Здравствуйте! В Краснодаре достроят два проблемных жилых комплекса. Такое решение принял Наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков. И об этом сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Дома будут переданы на достройку региональному фонду защиты прав дольщиков. Но и в целом о ситуации на рынке жилищного строительства нашего региона мы поговорим с Василием Яковенко, заместителем руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Василий Васильевич, здравствуйте! Добрый день! Наша встреча проходит в декабре. Можно уже, как принято, подводить предварительные итоги. Я думаю, что в департаменте по надзору в строительной сфере тоже есть что сказать. С каким результатом Вы, Ваши специалисты, пришли к финалу 2020-го? Конечно же, есть что сказать. В первую очередь, те амбициозные планы, которые были поставлены в этом году и задачи, которые были продиктованы Вениамином Ивановичем, порядка 119 проблемных объектов ввести в этом году. Сейчас мы по статистике получили 46 пока проблемных объектов, введенных в эксплуатацию. Главы муниципальных образований на совещании предыдущем заверили, что все планы идут по графику. И на сегодняшний день идем в графики. Поэтому ждем результатов, естественно, от муниципалитетов. Каждый объект на контроле находится. В первую очередь, глав муниципальных образований, но и, соответственно, департамент по надзору тоже осуществляет контроль. Плюс, что хочется отметить тут в части информации по работе с федеральным фондом. Да, действительно, буквально на днях было принято решение наблюдательным советом по достройке двух проблемных объектов «Заря» и «Луч» Югстройки. Но сейчас мы в рамках уже заключенного соглашения оперативно работаем с федеральным фондом, чтобы до конца этого года еще были рассмотрены наблюдательным советом, в том числе объекты «Мир» Югстройки. Это порядка 7 литеров там получается у нас на достройку планируется. Очень серьезный объект, модуль «Инвест», который находится в центре. И на сегодняшний день мы на финишной черте для того, чтобы выйти на наблюдательный совет. Плюс объекты у нас по Сочи, Сочи Абсолют. То есть, ждем по этим трем объектам. Наверное, в ближайшие дни будет понимание, какие будут приняты решения. Вы говорите, что цифры озвучены по плану. Когда речь идет о контроле за строительством, на департамент по надзору в сфере строительства, какие возложены полномочия, какого решения и каких действий от вас ждут? Наш департамент ведет два направления надзорной деятельности. В первую очередь, это строительный надзор. И в любом случае, если объект официально строится с разрешением на строительство, в установленном порядке уведомляют застройщики в начале строительства, и мы начинаем контролировать процесс строительства по четырем основным этапам. Ну и, соответственно, итоговая проверка, когда уже объект вводится в эксплуатацию, итоговая проверка соответствия всех систем, проектно-смертной документации, выдаются заключения. Это первое направление. Второе направление на сегодняшний день, оно самое такое живое, самое активное, связано с контролем, деятельностью в части реализации механизмов долевого строительства. То есть, это вот как раз-таки 214 федеральный закон. Несмотря на то, что сейчас на сегодняшний день мораторий на проведение проверки, у нас прокуратура КСНР привлекает к этой деятельности. По факту той аналитики, которую мы сейчас имеем, есть определенные отклонения у застройщиков, поступает информация из федерального фонда, есть определенный алгоритм работы. То есть, есть отклонения, допустим, когда застройщик вываливается за срок 6 месяцев ввода объекта в эксплуатацию, есть какие-то моменты, связанные с занижением стоимости квадратного метра жилья, которое идет в реализацию. Эту информацию нам предоставляет фонд федеральный. Мы обязаны провести соответствующую проверку. И вот на сегодняшний день, если брать статистику уже, то в первом квартале текущего года у нас, получается, когда не было еще моратории, проверки были по факту выявленных нарушений нашей службы аналитики, то есть было проведено 30 проверок по 41 объекту. Больше 10 материалов было направлено в правоохранительные органы в части рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел. Если же говорить о текущем состоянии сегодняшнем, то совместно с прокуратурой у нас сейчас проводится, проведено уже, точнее, 13 проверок, 13 застройщиков по 29 объектам. Очень важно сказать, что было выявлено нецелевое расходование средств на сумму более 739 миллионов рублей. И материалы проверок направлены сейчас в правоохранительные органы в прокуратуру для дальнейших мер реагирования. Также у нас на сегодняшний день в целях реализации решения комиссии, которое было у нас в сентябре месяце, о чем я сказал, как раз-таки занижение стоимости квадратного метра было выявлено. Сейчас проводятся проверки совместно с прокуратурой. Это 17 проверок по 42 объектам по данному факту. В целом, если подытожить, за 9 месяцев, получается, было выявлено более 750 миллионов рублей, как я уже сказал, нецелевого расходования средств. Проверки, в принципе, продолжаются. Мы стоим на страже защиты все-таки дольщиков, те застройщики, которые работают по старой схеме привлечения средств. Все равно мы должны контролировать то, что происходит на рынке долевого строительства. Василий Васильевич, получается, что пандемия в планы, в проверочные вашего департамента, не вмешалась? То есть есть задача, ее выполняют? Ну, немножко порядок поменялся. В любом случае, работа продолжается. 214 законно работает, он не отменен на этот период. Правоохранительные структуры работают, в том числе, в данном случае, по инициативе прокуратуры, нас привлекают к этой работе. Вот вы назвали цифру 119 объектов, их можно назвать проблемными, да, которые были введены в эксплуатацию. Это, если географию проследить, то где сосредоточено большинство таких недостроев? Это Краснодар, конечно? Ну, в любом случае, да, это, к сожалению, Краснодар, Сочи, Новороссийск, но планируется к вводу 119. Я сейчас хочу, как бы, акцентно вам сказать, что мы ожидаем все-таки, что будет положительный результат. Ждем итогов работы муниципальных властей, глав муниципальных образований, потому что, еще раз повторюсь, на прежнем совещании, которое Вениамин Иванович проводил, четко все главы озвучили, что результаты будут достигнуты в полном объеме. Поэтому очень рассчитываем, конечно. Но я хочу сказать, что это командная работа всех органов исполнительной власти, кто задействован в этой ситуации, правоохранителей, органов местного самоуправления. Это совместная работа всех структур. Вы тем более сказали, что это командная работа. А как строится взаимодействие департамента по надзору в сфере строительства с муниципалитетами? Ну, скажем, теми, которые вы обозначили, Краснодар, Сочи и так далее, где есть локации таких сложных объектов? Очень действенным механизмом вот этой работы является межведомственная комиссия, которую возглавляет губернатор. Андрей Анатольевич Алексеенко первичный губернатор проводит оперативные совещания. Практически каждые две недели они проходят. Все самые горячие вопросы, контрольные вопросы вот именно по вводу объектов по недостижению показателей рассматриваются на этой комиссии. Включаются все структуры, которые задействованы в этом направлении министерства ТЭК и ЖКХ, да, и архитектура краевая, в частности, мы как надзорный орган. Есть вопросы, которые без помощи правоохранительной тоже не могут быть рассмотрены, потому что большая часть объектов находится в стадии банкротства, заведены уголовные дела. То есть это вопрос комплексного взаимодействия. Поэтому огромную помощь оказывает. Спасибо большое прокуратуре Краснодарского края, потому что решения непопулярные в каких-то моментах, оперативные, позволяют дальше нам двигаться, продвигать достройку тех или иных проблемных объектов. Это очень тоже помогает в работе с федеральным фондом. То есть вот эта работа комиссии, общая работа, она дает очень серьезный эффект. Результат налицо. Вы сказали, что готовится к вводу в эксплуатацию 119 объектов, да, если наверняка в департаменте анализируют свою работу в прошлом году. Вот эти цифры сильно отличаются. И придем ли мы когда-то к тому, что закончатся эти проблемные долгострои? У нас, наверное, нет обратной дороги. Да, и поста поручения есть президента, поручения губернатора. Максимально до 2024 года вообще забыть проблему обманутых дольщиков. Но есть четкое понимание, что корректируются нормативные акты. Вот сейчас появились, внесены новые изменения в 214, позволяющие сейчас работу уже осуществлять вместе с жилищно-строительными кооперативами. Это сейчас работа только начинается, закручивается. Большое количество сейчас аналитики мы изучаем. Буквально недавно был большой брифинг первого вице-губернатора по этому вопросу. То есть только начало пути. Конечно же, Вениамин Иванович озвучил, что не должно появляться новых объектов, нужно проводить профилактическую работу, профилактические мероприятия с муниципальными образованиями по недопущению сложившейся ситуации новых долгостроев. Поэтому эту работу тоже мы параллельно ведем. А если цифры сравнивать? В прошлом году порядка 58 объектов было введено в эксплуатацию. Да, в этом году запланировано 119. Рассчитываем, что эти показатели будут, конечно же, выполнены. В следующий год, с учетом той дорожной карты, принятой и Андреем Анатольевичем подписанным, Алексеенко, вместе с прокуратурой, порядка 65 проблемных объектов должно быть введено в следующем году. То есть мы поэтапно можем двигаться. Понимаем, что действующий реестр проблемных объектов, который формируется сейчас автоматически, у него сейчас порядка 255 объектов сейчас ходит, то есть нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию, процедура банкротства, либо непредоставление установления сроки ключей застройщикам, объект попадает автоматически. По ряду причин он может появиться, может исключиться, потому что мы контролируем соответствующую работу, работа проводится с застройщиком, сразу по оперативному рассмотрению проблем, почему он появился, если его раньше не было. А вот вы как представитель департамента по назору в сфере строительства, давайте еще раз поясним, какой объект может считаться официально долгостроем, проблемным и внесенным в реестр. Ранее департаментом ввелся реестр граждан, которые пострадали от действий неблагонежных застройщиков. На сегодняшний день с учетом внесенных поправок действующих 214 закон формируется единая система проблемных объектов. В нее попадают автоматические объекты со сроком превышения 6 плюс месяцев ввода объекта в эксплуатацию, находящиеся в процедуре банкротства. И, соответственно, гражданам не нужно писать заявление, а сейчас большое количество поступает обращений с просьбой включить в этот реестр. Нужно четко понимать, чтобы объект попал автоматически. И, соответственно, граждане, которые имеют договор о долевом участии в этом объекте, они автоматически уже на контроле находятся. Но, что хочется отметить, буквально недавно было совещание Минстроя России по поручению вице-премьера Хуснулина. Сейчас идет проработка фондом федеральной тематики, связанная к возвращению персонализации людей. То есть, наверное, все-таки вернемся опять к реестру граждан пострадавших. Эта работа сейчас ведется, готовится соответствующей инициативой Минстроем и федеральным фондом, но это в последующие периоды. А как удобнее будет работать с кем? С дольщиками или с объектами? Ну, на самом деле, тут дело не в удобстве. То есть, мы четко понимаем, что уже сама система спускается персонально к каждому гражданину. То есть, во главу угла уже не объект становится, а человек. То есть, пока человек не получит свою квартиру либо выплаты, он будет числиться в этом реестре. Есть нюансы, связанные с организацией процесса работы, автоматизация зачастую. Но это вопрос уже федерального фонда, потому что это при рогате в ведении реестром занимается как раз федеральный фонд. Вы вспомнили слова губернатора. Он сказал, что к 2024 году не должно быть на территории края такого вообще явления, понятия, как долгострой. И вы упомянули свою профилактическую работу. Как департамент эту профилактическую работу строит и с кем? Естественная сторона – это муниципальное образование. На сегодняшний день работает реестр, автоматически включается и исключается. Операторам, которые выступают в федеральный фонд, поступает определенный сигнал. То есть по отклонению, связанному со стоимостью квадратного метра, появился, допустим, юридическое лицо, которое вызывает сомнения. Мы, соответственно, в рамках наших аналитических мероприятий изучаем, что происходит. Сейчас организации, какие проектные декларации были поданы. Бухгалтерскую отчетность мы видим дистанционно, потому что все это застройщики вгружают в единую базу информационную. В случае каких-то сомнений мы, соответственно, совместно с прокуратурой Краснодарского края уже начинаем проверочные мероприятия в рамках проверки непосредственно с застройщиком. И по ходу работы, наверное, выясняется, как я уже говорил, статистика показала, что есть моменты, связанные с нецелевым расходованием. Более 700 миллионов мы выявили такой нецелевки. У нас в крае есть фонд защиты прав дольщиков. Как он себя показал? Вы, как представитель департамента, что можете уже сказать? Насколько помогло это решение в целом в работе, во всей строительной отрасли, привести все в соответствие? Действительно, в прошлом году в октябре был создан региональный фонд. Основная задача его создания была возможная взаимодействие с федеральным фондом. То есть был предложен механизм федерации. И когда самые сложные, наверное, объекты, попадающие в единую систему проблемных объектов, предложены к рассмотрению федеральным фондом по определенным критериям методики. И, соответственно, федеральный фонд принимает решение достроить объект, либо осуществить выплаты гражданам. Но нужно четко понимать, и позиция губернатора в этом плане, не все объекты максимально должны попасть в федеральный фонд. Потому что есть в любом случае ресурсы наших муниципальных властей, когда самостоятельно застройщики достраивают. Опять же, очень серьезный нюанс связан с привлечением инвесторов на достройку проблемных объектов. Это порядка сейчас 38 соглашений заключено муниципальными образованиями в рамках взаимодействия. Нельзя этот инструмент тоже исключать. Также был предложен механизм предоставления субсидий. Из краевого бюджета по поручению губернатора было предоставлено субсидии Краснодару. Как раз таки был проведен отбор. И мы в прошлом году один литер ввели в эксплуатацию. И в этом году уже пять объектов введено. То есть очень тоже действующий механизм показал свой результат. Но это были объекты высокой степени готовности. Свыше 65%. Если теперь говорить непосредственно о фонде, мы являемся учредителем. Департамент по надзору в строительной сфере администрация края является учредителем регионального фонда. В рамках направленного обращения и заключенного соглашения в прошлом году, сейчас у нас уже находятся в нем 42 объекта. И как в начале программы вы сказали, два объекта уже принято решение. То есть из 42 объектов по 25 объектам уже принято решение. Из которых по семье выплаты. И до сих пор еще выплаты осуществляются федеральным фондом. Это полномочия федерального фонда. И более 1,4 миллиарда рублей уже выплачено. А что касается работы нашего оригинального фонда, то наш оригинальный фонд начинает вступать в работу, когда принято решение по достройке проблемного объекта. И как раз таки достройкой занимается. На сегодняшний день на 8 объектов уже начата предварительная подготовка площадок. Эта работа осуществляется непосредственно оригинальным фондом. Большой объем работы, конечно же, оригинальный фонд выполняет в части встреч с гражданами, с дольщиками. То есть эта работа ведется параллельно вместе с департаментом. То есть вопрос не только финансирования, главное еще встреча с людьми. Да, на самом деле это очень серьезный вопрос. Ведется разъяснительная работа, очень большой информационный ресурс. Сейчас и в Инстаграме фонд ведет, и непосредственно на официальном сайте размещается ряд справочных материалов и, соответственно, тоже на нашем сайте. Поэтому это совместная работа. Региональный фонд – это один из инструментов, который позволяет нам сократить количество проблемных объектов. Сразу повторюсь, озвучено было, что не все объекты. То есть мы изначально, в прошлом году было направлено обращение в адрес федерального фонда, были самые неинвестиционно привлекательные объекты, которые находились уже в процедуре банкротства. И вот мы еще пока работаем в рамках вот этих вот объектов. Но есть результаты, как уже цифры показывают, в ближайшее время рассчитываем получить результат рассмотрения по новым объектам. Поэтому работа продолжается. В общем, многих дольщиков волнует вопрос финансирования этого фонда. Хватит ли на всех таких средств? Вы знаете, тут вопрос в чем. Принципиально заключено соглашение между фондом администрации Краснодарского края, федеральным фондом. Здесь нужно четко понимать источника три финансирования проблемных объектов. Это федеральный бюджет, краевой бюджет и компенсационный фонд застройщиков. Поэтому тут четко говорить, что деньги в любом случае выделены. По информации о вице-премьерах уснули на следующий год порядка 26 миллиардов рублей предусмотрено бюджет на всю страну. Соответственно, есть субъекты, которые уже закрыли проблемные вопросы. Но так как у нас третий регион по количеству проблемных объектов, мы пытаемся тоже максимально задействовать все ресурсы. Нужно четко понимать, что в этой работе это тоже, условно говоря, командная работа. Основным участником этой работы выступает федеральный фонд и арбитражный управляющий. И эта процедура банкротства большой. Объем работы они выполняют. Но есть факты, некачественная работа. И вот мы, наш департамент вместе с региональным фондом некоторое время находились в Москве, помогая, оказывая содействие по формированию реестра. База данных, ту, которую информацию предоставляет арбитражный управляющий, к сожалению, была некачественно подготовлена. И нам пришлось потратить достаточно большой объем ресурсов временного, чтобы вычистить ряд материалов по уже принятым объектам. Поэтому эта работа сейчас нацелена, в первую очередь, на результат. Нам процессы понятны, технология должна выполняться, но максимально короткие сроки получить результат. Эту задачу поставил Ленин Иванович, губернатор. Поэтому мы двигаемся в этом направлении. Василий Васильевич, а как удается привлекать инвесторов на, казалось бы, брошенные объекты, которых так ждут люди? Эта работа совместная с МОНИС-противом проводится. Конечно же, очень сложный вопрос, потому что есть нюансы связанные, а что дополнительно, какую выгоду получит тот или иной инвестор. Но тут нужно сказать, что действующий порядок краевого закона, который предусматривает компенсации застройщиками земельных участков, он находится сейчас в стадии проработки, дополнительного внесения изменения. У него мы сейчас отдельно необходимо отметить, совместно с Федеральным фондом, по запросу Федерального фонда, рассматривается вопрос выделения новых земельных участков из Федерального собственности имущества. То есть идет поиск новых земельных ресурсов для того, чтобы пополнить максимально банк данных. Эта работа продолжается. Насколько эффектна эта работа и насколько вы видите интересы страны инвесторов, чтобы приходить в Краснотарский край или, может быть, это местные инвесторы, чтобы заниматься этой работой? На сегодняшний день есть, наверное, пул основных инвесторов. Это местные инвесторы и застройщики, которые осуществляют жилищное строительство в настоящее время. То есть они задействованы тоже в этом вопросе. Есть инвесторы, которые пришли, конечно же, из других регионов, но это единичный случай. В основном это наши краснодарские строители, которые понимают проблематику на сегодняшний день ну, наверное, такую достаточно активную позицию начали занимать в части вообще решения комплексных вопросов не только проблемных объектов там достройки, да, но и в целом строительство социальных объектов, социальной инфраструктуры. То есть каким образом сейчас максимально оказаться действия бюджету в строительстве социальных объектов. Это школы, садики, да, потому что есть моменты, связанные сейчас с нехваткой этих объектов в Краснодаре, как пример, да, и на сегодняшний день совместно со Сбербанком, с Дом РФ прорабатываются механизмы строительства этих объектов по механизму государственно-частного партнерства. То есть рассчитываем, что со следующего года порядка 10 объектов школ начнут строиться в Краснодаре непосредственно по этой схеме. Есть интересанты, конкретно уже застройщики, которые прорабатывают этот алгоритм с банками. В ближайшее время мы получим уже конкретные уже действия, которые приступим к реализации в следующем году. А если говорить об итогах этого года, сколько сейчас на территории края у нас ведет такое строительство, таких объектов с участием инвесторов как раз? Какая работа сейчас идет? Действующая информация это, опять же, повторюсь, соглашение заключено органами местного самоуправления. Порядка 38 соглашений заключено. Считайте количество объектов. Есть у нас объекты инвестиционно-непривлекательные. Как быть с ними? Какую работу в этом направлении департамент ведет? Как я уже сказал, самые неинвестиционно-привлекательные объекты, находящиеся в процедуре банкротства, это единственный возможный вариант, конечно же, работа с федеральным фондом. То есть вот этот алгоритм тоже запущен. То есть на сегодняшний день, еще раз повторю, мы имеем набор инструментов, позволяющие достигнуть результата по завершению вообще этой проблематики. То есть, еще раз повторюсь, это соответственно, конечно же, работа самих застройщиков по достройке проблемных объектов. Дальше это привлечение инвесторов новых на проблемный объект. Предоставление субсидий этот алгоритм был отработан. Он показал свою эффективность. Ну и, соответственно, самый крайний механизм – это работа с федеральным фондом. Василий Савельевич, ну и, конечно, мы хотим узнать планы департамента по надзору в сфере строительства Краснодарского края на ближайший 21-й год. Мы надеемся, он будет более легким, чем этот. Назвать, наверное, легким не получится. По одной простой причине, что максимально должна быть продолжена работа по завершению этой проблематики. По действующей нынешней информации мы увидели источники, которые говорятся о объединении двух институтов финансовых – это фонд ЖКХ и фонд федеральный. По информации Минстроя объединение этих двух ресурсов не повлияет никаким образом на целом на работу регионов по проблематике достройки. Но мы увидим уже перспективу того, что будет комплексно решаться вопрос переселения граждан Завариного ветхого фонда и как раз-таки достройки проблемных объектов. То есть это уже некая системная, более крупная глобальная работа, которая будет проводиться Минстроем, и это, естественно, транслироваться в регионы. Но четкая позиция и губернатора в том, что не останавливаться на достигнутом, максимально не снижать обороты с учетом всех возможных ограничений и нормативных актов, которые будут вводить новые полномочия регионов в этой части региональных фондов. Ряд наших предложений были рассмотрены положительно. Мы предлагали как раз-таки расширить полномочия региональных фондов, чтобы более оперативно двигались эти вопросы. Поэтому по планам порядка 65 объектов мы должны ввести в следующем году. Очень рассчитываем, конечно, что эти планы не нарушатся текущим годом, чтобы не перешли какие-то объекты на следующий год. Но в любом случае не останавливаться, только усиливаться, расширяться. Как раз-таки сейчас ожидаем перенятия решений по расширению нашего регионального фонда, потому что объем работы увеличивается, численность, к сожалению, сотрудников не позволяет уже обрабатывать ту первичную информацию, в которой поступает огромный объем бумажной работы, юридической работы в начальной стадии пути. Мы надеемся, что в следующем году проблемных объектов станет меньше, потому что за каждым объектом это стоят люди прежде всего, и какие-то оптимистичные прогнозы сейчас для них прозвучали. Спасибо на наши вопросы, отвечал Василий Яковенко, заместитель руководителя департамента по надзору в сфере строительства Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами, пусть у вас будет хорошо. До встречи.